На прошлой неделе на вопрос участника про климатическое оружие был ответ, чей ответ был вопрос, чей конкретно ответ был. Я, Григорий, Дед Мороз, Будда, кто отвечал? На эту тему может говорить лишь неадекватный человек. Конкретно видео, конкретно минута и секунда, и это нужно делать до того, как начинается онлайн-встреча, чтобы я могла посмотреть, на что давался ответ, потому что это ваша интерпретация того, что было сказано, если это сказали конкретно мы, или сказали это Дед Мороз с Будды. А вовсе, может быть, не то, что мы сказали. Разве Левашов был таким, когда говорил и уничтожал его? У Левашова был перебор. Понимаете, если вы видите зло, вот он часто рассказывал, на Америку идёт вихрь, я остановил его. Ну, дорогой Левашов, ты когда-нибудь задумывался о том, что этот вихрь идёт в качестве кармы или возмездия, например, тем людям, которым он положен? Ты вмешиваешься в энергетику, ты вмешиваешься в планы Бога, останавливаешь этот вихрь, говоришь, что ты можешь останавливать вихрь. То есть ради чего ты остановил вихрь? Ты изучил, куда он идёт, с какой целью, кто его создал. Ты, может быть, с духами природы пообщался или с кармическим комитетом планеты. Левашов был прекрасным человеком, но он тоже делал ошибки. Вот когда я увидела, как он рассказывает, как он останавливает вихрь, я задумываюсь, потому что я понимаю, что будет, если он вмешается в планы, которые его не касались. Бога свои планы на людей, на вихрь, на всякие катастрофы. Они не происходят просто так. И если ты хочешь помочь этим людям, которые попали в катастрофу, если знаешь, что сейчас попадут, то есть другие способы помощи. Можно приезжать, читать лекции, пытаться поднять их уровень сознания, помогать им всячески, отдать свою жизнь, положить свою жизнь на то, чтобы эти люди чуть-чуть приподнялись от уровня развития говорящих животных. Но вовсе не останавливать руку возмездия, например. И он говорит, я останавливаю вихрь. Да, вихрь остановить три секунды. Если идёт вихрь, нужно связаться с кармическим комитетом. Это там пять секунд. И спросить, что происходит на данной территории в связи с чем. Если что-то случилось, у них, например, что-то сломалось на том комплане. Такое бывает крайне редко, и вряд ли это случится с вами даже за всю вашу жизнь. Но если что-то сломалось, случилось, как правило, они сами находят человека, чтобы оказать какую-то помощь. То есть за секунду представитель кармического комитета будет в вашем теле и сделает с помощью вашего тела то, что нужно сделать. Если, конечно, вы сотрудничаете с кармическим комитетом напрямую в этой области. Или если что-то сломалось, и вы видите, что-то сломалось, они не доглядели. Ну, ещё раз хочу сказать, что такого не бывает. Там скорости огромные, они всё заранее знают. Всего всю жизнь по полочкам расписать могут. А уже не то, что там какой-то вихрь огромный. Это же, в общем-то, событие, хоть и местного, но масштаба. И он идёт там в какую-то сторону, и как он просто так сам по себе идёт? Нет. Потом вы обращаетесь, например, его нужно остановить. И это будет дело Духи Привода, а не вы. То есть они просто воспользуются, так скажем, вашими энергетическими конструкциями для того, чтобы это сделать. Поэтому потушить пожар, вызвать наводнение, выключить этот вихрь или создать его – это вообще дело пяти минут. И, ребята, не вмешивайтесь в это, если вы не понимаете точно, куда вы вмешиваетесь, для чего вы, какие цели преследуете и не понимаете последствий, которые будут с той или с другой стороны потом. Субтитры подогнал «Симон»